И так, как всегда, прежде чем мы вновь начнем погружаться и исследовать глубины нашего наследия во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия, Евангелие Луки, глава 24, стих 44. И сказал Иисус ученикам своим, «Вот то, о чем я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». И так, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом, исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей сработы с истинною Слово Божие и со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Это достаточно повелевающая судьбоносная заповедь, от которой будет зависеть, получим мы спасение, совершим мы свое спасение или нет. Ефесянам 4, 22, 24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Итак, мы отметили, что для выполнения этой повелевающей и судьбоносной заповеди задействованы три судьбоносных и повелевающих и основополагающих действия – отложить, обновиться и облечься. При этом мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных действий – совлечься, обновиться и облечься – будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева. А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. Печально то, что детям Божьим предложено спасение не в формате залога, а как в формате уже готовой истины, которую они приобрели, как недвижимость, за которую уже была заплачена цена с их стороны, забывая, что когда мы приходим к Богу и получаем спасение, оно дается нам в формате залога, который дает нам возможность начать оформление или процесс своего спасения. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего вопроса. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. То есть наш новый человек обладает природой Бога, потому что он рожден от Бога, живет в нашем теле, и в связи с обличением самого себя в полномочия своего нового человека, то есть чтобы облечь наше тело в нового человека и воцарить его в теле, он несет в себе полномочия воскресения Христова во все ружи и света. То мы пришли к выводу, что для этого нам крайне необходима помощь Бога в достоинстве Его искупительной милости. А вот средством для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милостей Божьих, без которых человек не сможет ни совлечься, ни обновиться, ни облечься в своего нового человека, является оружие молитвы или же поклонения в Духе и Истине. При этом мы отметили, что бытие молитвы сродни бытию Бога, ибо она всегда обнаруживала себя там и присутствовала там, где присутствует Бог. А посему степень познания Бога и Его волеизъявления полностью зависит от степени познания бытия молитвы, которая является языком Бога, средством для того, чтобы общаться с Богом и правом общения с Богом. Именно поэтому устроение жертвенника, обуславливающего состояние сердца и мотивы поклонника Бога, а также сама жертва, приносимая на таком жертвеннике, которая обуславливала юридический и правовой статус молитвы, принадлежала исключительно только тем человекам, которые оставили младенчество и были обличены в правовое достоинство и статус священников. То есть посвятили себя, чтобы быть священниками и царями Богу. А посему человек, облеченный в ранг и достоинство священника, это человек, облеченный в достоинство правового ходатая, которому доверено Богом юридическое право посредством правовой молитвы, которая является языком Бога и отвечает требованиям Его воли, приступать к Богу и входить в присутствие Бога, чтобы представлять права и интересы Бога, выраженные волей изъявлений Бога. Одна из таких молитв Давида, записанная в его 142-й песне, как раз и раскрывает условия, на основании которых человек призван создавать Богу юридическое основание для вмешательства Его милости как в свою жизнь, так и в пределы тех сфер нашего влияния, за которые мы несем ответственность пред Богом. Она-то и стала предметом нашего последующего исследования. Итак, Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, а не мело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благе доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Мы отметили, что фраза «Даруй мне рано услышать милость Твою» указывает на раннее утро, которое следует сразу после темной ночи, и это образ воскресения Христова, явленный в законе Духа жизни, который призван освободить наши тела от закона греха и смерти. То есть заменить закон греха и смерти законом Духа жизни. Потому что и тот, и тот – закон Божий. Закон Божий, который обнаруживает грех и дает силу греху, он является нашим судьей, нашим врагом. А вот закон Духа жизни является нашим защитником. Но, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле и на месте ее воцарить державу воскресения Христова, Давиду, а равно и нам, необходимо было рано услышать милость Бога в силе воскресения Христова, как результата данного нам Богом искупления во Христе Иисусе и через Христа Иисуса. А посему Давиду, а равно и нам, необходимо было представить Богу некое юридическое основание или некое право, запечатленное на скрижалях нашего сердца. Не на страницах священной книги Библии, а на страницах священной книги, которая называется «Очищенная от мертвых дел совесть человека». А посему это юридическое основание, когда на скрижалях нашего сердца в данной молитве служат десять уникальных в своем роде аргументов, которые в данной песне обусловлены владычественными и державными словами Бога, которые Давид обратил в обетование заповедей, которые мы призваны приводить Богу в молитве как содержимое своего сердца, то есть исповедовать веру своего сердца, говоря Богу «Услышь меня ради Твоей истинной правды, услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих, услышь меня потому, что я простираю к Тебе мои руки, услышь меня потому, что я на Тебя уповаю, услышь меня потому, что ради возношения души моей к Тебе, услышь меня потому, что я к Тебе прибегаю, услышь меня потому, что Ты мой Бог, услышь меня ради Твоего имени, услышь меня ради Твоей милости, «Услышь меня, потому что я раб Твой». На предыдущих служениях мы уже рассмотрели природу первого аргумента и остановились на исследовании второго аргумента. И достаточно продолжительное время Дух Святой удерживает нас на этом втором аргументе, находя в нем, видимо, что-то такое необычное, важное для нас. Если вы помните, иногда народ израильский шел по пустыне сутками, не останавливаясь в течение трех суток, днем и ночью. Вы скажете, как они не спали, но с ними был Бог, и они шли. А иногда они оставались целые годы на одном месте. Целые годы. Не просто Бог иногда держит человека на одном месте долгое время. Видимо, это весьма важно, что Дух Святой задержал нас на этом втором аргументе. Так как мы рассмотрели природу первого аргумента, то второй аргумент – это доказательство, что в сердце Давида пребывала память дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих древних днях, которые он исповедовал и приводил в своей молитве. Эти дела являлись искуплением, которое Бог показал в своих делах издревле. И образ этого доказательства мы усмотрели в судном наперстнике первосвященника, который являлся предметом уникальной и постоянной памяти пред Богом, определяющим собою правовой эталон постоянной молитвы, с которой мы, как цари и священники Нового Завета, призваны приступать к Богу во Христе Иисусе. Первосвященник не мог без этого судного наперстника предстать пред лице Господня. Он являлся предметом постоянной памяти. На каждом из них были начертаны имена патриархов, 12 патриархов, и каждая из этих драгоценных камней представляла одно из имен Яхве. Создавался судно наперстника и обслуживал только один предмет в сердце человека, это уримутумим, что позволяло Богу слышать человека, а человеку позволяло слышать Бога. Поэтому он находился на груди образно. Но на самом деле Бог говорил, что если этого не будет в сердце, то тогда, если священник войдет только просто снаружным образом, Бог его убьет. У священника не только должно быть обрезание крайней плоти, но должно быть и сердце обрезано. И Бог через Моисея говорил, чтобы у них было обрезанное сердце. Это было важнее, чем обрезание крайней плоти. Обрезание крайней плоти – это печать того, что ваше сердце обрезано. А если сердце не обрезано, а вы ставите печать, а документ нелегальный, то это преступление. Поэтому образ судно наперстника обслуживал в сердце человека, то есть только один предмет в сердце человека, уримутумим, что позволяло Богу слышать человека, а человеку позволяло слышать Бога, или же слушать Бога. Это образ совести человека, очищенный от мертвых дел, на скрижалях которых в 12 именах патриархов запечатлен образ статуса правовой молитвы, который соответствовал требованиям начальствующего учения Христова. А 12 золотых гнез – это истина Слова Божия, которая содержится в начальствующем учении Христовом, которая обуславливает порядок Бога в праведности и святости истины, которой мы, как поклонники Бога, призваны представлять перед лицем Бога в правовом основании своей постоянной молитвы. 12 драгоценных камней с вырезанными на них, как на печати именами сынов Израилевых – это образ и формат нашей постоянной молитвы, которая призвана представлять совершенные суды Бога, которые содержатся в начальствующем учении Христовом. Отсюда следует, что не золотые гнезда в предмете истины Слова Божия подгоняются по своему размеру и по своей конфигурации под драгоценные камни. А драгоценные камни – предметы наших молитв подгоняются под размеры и конфигурацию золотых гнезд истины. То есть наша молитва всегда должна сверяться с вот этими золотыми гнездами, то есть соответствовать требованиям воли Божьей, требованиям интересов Божьих, когда мы входим как цари и священники Бога, во святилище, в силу чего откровение Божие в предмете Урима могло почивать только в границах истины, которую в сердце человека представлял Тумим в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, как написано в исход 31.16.6. 31.6. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Мы отметили, что содружество Тумима и Урима в сердце человека – это слияние между собою двух форматов божественной мудрости, которые гласят, что носители Тумима и Урима являются истинными поклонниками Бога и обладают иммунитетом Святого Духа, то есть неприкосновенностью. В определенном формате мы уже рассмотрели семь свойств, которым обладало сердце воина молитвы в семи драгоценных камнях судного наперстника, через которые Бог мог постоянно приводить в исполнение свою волю в человеках на планете Земля. И остановились на рассматривании восьмого свойства в восьмом драгоценном камне. На судном наперстнике нашего сердца он был представлен драгоценным камнем Агате, а именем, вырезанным на втором драгоценном камне судного наперстника, в третьем ряду снизу, на скрижалях нашего сердца, служащего постоянной памятью пред Богом, являлось имя Асир. Это восьмой сын Иакова, имя которого означало и означает «пленник блаженства». И родила зелфа служанка Лии другого сына Иакову. И сказала Лия, «К благу моему, ибо блаженную будут называть меня женщины». И нарекла ему имя Асир. Бытие 30, 12, 13. Мы отметили, что в переводе с греческого языка слово «агат» означает «блаженный», что вполне соответствует значению имени Асир, пленник блаженства, написанного на этом камне. А имя Бога, представленное на драгоценном камне по предположениям иудейского равената, означает «эль-элеон», что на русском языке означает «всевышний», что указывает на неограниченную и суверенную власть Бога в безграничном пространстве, которое Он заполняет Собою благодаря Своей вездесущности. Исходя из значения имени Асира, написанного на драгоценном камне Агате, восьмой принцип положен в основании постоянной молитвы, с которым нам следует являться постоянной памятью пред Богом, являются функции, выраженные в нашей добровольной зависимости стать блаженными пленниками Бога, чтобы быть способными своей молитвой сработать с именем Бога Всевышний. В связи с этим мы рассмотрели ряд притч и событий, в которых мы познакомились с условиями, исполняя которые мы могли бы именем Бога Всевышнего разрушить державу смерти в нашем теле, в лице царствующего в нем греха, обуславливающего суть нашего ветхого человека с делами его, чтобы с шумом не свергнуть его из нашего тела в преисподнюю, и затем на месте державы смерти воздвигнуть в нашем теле Царство Небесное в достоинстве державы жизни вечной. И остановились на рассматривании следующего условия. Это одно из уникальных условий, которое содержится в притче или в иносказании 17-го Псалма Давида, в котором Святой Дух, с присущей только Ему мудростью и властью, раскрывает требования, на основании которых мы призваны соработать молитвой веры с именем Бога, или Он, или же Всевышний. И состоит это условие в том, чтобы мы в нашей тесноте могли воззвать к Всевышнему, как к своему Богу, и провозгласить веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, и что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, чтобы таким образом дать Богу право вступить с нашими врагами в битву. При этом мы отметили, что это иносказание является одним из самых сильных, сильных и объемных образов, показывающих работу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Всевышний, в противостоянии с нашим плотским умом, в образе царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека с делами его, который стоит за плотским умом, и что посредством исповедания нашей веры в то, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, и что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, Бог получает основание вступить в битву за наши земные тела, чтобы посрамить ветхого человека властью своего искупления и с шумом навечно не спровергнуть его в преисподнюю. Мы отметили, что по своему характеру молитвенная песня Давида, 17-я молитвенная песня, содержит в себе три части, в которых представлен эталон характера правовой молитвы. Первая часть определяет состояние сердца Давида как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы. То есть вначале нужно представить жертвенник, что он освящен, и что на нем можно приносить жертву. То есть чтобы мотивы, цели нашего сердца преследовали интересы воли Божьей, были освящены, чтобы совесть была освящена. И только потом уже вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, которая дает Богу основание избавить Давида от руки всех врагов его. Третья часть описывает саму молитвенную битву, которая находится практически за гранью постижения ее разумом человека, потому что она описана в стиле эпической битвы. Мы потом с ней познакомимся более подробно. Но я думаю, что вы знаете ее, мы достаточно часто к ней прибегаем. В определенном формате мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. То есть она состоит из восьми имен. Каждое из имен является обетованием Бога, на которое Давид опирается и которое приводит Богу как основание для того, чтобы Бог мог явить ему свою милость. Однако, прежде чем мы начнем исповедовать обетование своего удела, которое содержится в именах Бога, нам необходимо, разумеется, познать суть этих имен своим сердцем через благовествуемое слово посланников Бога или же через наставление веры. Познание и исповедание полномочий, которые содержатся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу познание истины, раскрывающих полномочия его имен в сердце Давида, дало основание задействовать эти возможности, раскрыть их в битве против врагов Давида. Итак, вот эта молитва, Псалом 17, 1, 4. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Итак, восемь имен. «Господь, крепость моя, Господь твердыня моя, Господь прибежище мое, Господь избавитель мой, Господь скала моя, Господь щит мой, Господь рог спасения моего, Господь убежище мое». Приступив к исследованию характеристик, обуславливающих крепость имени Бога Всевышнего, мы отметили, что речь идет о роде такой мощи неземной крепости, которая по своему качеству и по своим характеристикам всегда была и остается святой и неизменной, как по своей форме, так и по своему внутреннему содержанию. Далее мы сделали ударение на том, что определение свойств и характеристик мощи неземной крепости, которая является достоинством имени Бога Всевышнего, не существует в измерении времени ни в каких доступных человеку словарях мира. На еврейте слово «крепость», относящееся к природе Всевышнего и характеру его слова, содержит в себе такие удивительные достоинства. «Крепость имени Всевышнего» это созидающая и сокрушительная сила слова «Всевышнего». «Крепость Всевышнего» это мощь, могущество и потенциал, содержащийся в слове «Всевышнего». «Крепость имени Всевышнего» это возможность Всевышнего и способность Всевышнего. Это правда Всевышнего и святость Всевышнего. Это достаток Всевышнего и преизобильное богатство Всевышнего. Это непоколебимость и верность Всевышнего своему слову. Это несокрушенность Всевышнего и красота, исходящая от этой несокрушенности. Это неизменность Всевышнего в формах, в качестве и состоянии. Далее мы отметили, что все имена Бога Всевышнего, которые содержатся в оригиналах Священного Писания, обладают своими полномочиями в сердцах только тех человеков, которые по своему происхождению и по своему состоянию возросли в меру полного возраста Христова, в силу чего стали подобными образу и подобию Бога. И в связи с исследованием крепости имени Бога Всевышнего мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Какими характеристиками Писание наделяет крепость имени Бога Всевышнего? Какое назначение призваны исполнять полномочия? Которые содержатся в крепости имени Бога Всевышнего? Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основание раскрыть потенциал своей крепости в битве с нашими врагами? И по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что в нашем сердце действительно пребывает полномочия крепости имени Бога Всевышнего? В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и меры нашей веры, мы уже рассмотрели суть первых двух вопросов и остановились на рассматривании третьего вопроса. Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основание раскрыть потенциал своей крепости в битве с нашими врагами? И сегодня для раскрытия в нашем сердце потенциала крепости имени Бога Всевышнего, необходимого для битвы с нашими врагами, мы рассмотрим условие, которое состоит в том, когда в своем пути мы будем утомляться и изнемогать, являть надежду на Господа. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Исайя 40, 29, 31. То есть мы здесь встречаемся, что Бог дарует крепость утомленному и изнемогшему. И тогда эта крепость обновляет его в силе, и он может поднять крылья свои, как орлы, потечь и не устанет пойти и не утомиться. Во-первых, следует сразу отметить, что все, что Бог обязался дать нам, а в частности свою крепость, содержится в Его завете, который Он заключил с нами во Христе Иисусе и через Христа Иисуса. Во-вторых, чтобы Бог мог получить юридическое основание, исполнить Свой завет и дать нам все то, что Он обязался дать нам по Своему завету во Христе Иисусе, включая Свою крепость, необходимо, чтобы это все ясно было начертано на скрижалях нашего сердца. Потому что Бог бодрствует только над тем словом, которое Он возвеличил в храме нашего тела, которое является Его домом. При условии нашего органического причастия к святилищу Бога, которое также является домом Бога в конкретном собрании святых в лице избранного Богом остатка. И таким словом в завете Всевышнего на скрижалях нашего сердца являются Его обетования, которые Он обязался дать нам в достоинстве Своей награды, в ответ за исполнение Его заповедей, чтобы в точности исполнить данное нам обетование в установленное им, а не нами, время, которое Он положил в Своей власти. В-третьих, ответственным лицом за исполнение любого обетования, ясно начертанного на скрижалях нашего сердца, призвана являться вера нашего сердца, исповеданная нашими устами. Другими словами, говоря, Бог зависит только от того слова, которое исповедуется нашими устами, как вера нашего сердца. Он поставил себя в зависимость от такого слова, сделался рабом его и поднял это слово превыше всех своих имен. Представьте себе, Он поднял веру вашего сердца, которую вы исповедуете вашими устами, превыше всех своих имен, подчинил себя этому слову, сделался добровольным рабом этого слова и поклялся, что у Него достаточно мощи и силы исполнить то, что вы приняли в ваше сердце и исповедуете, называя несуществующее существующее. В-четвертых, все обетования призваны содержаться в сокровищнице надежды, которой призвано являться мудрое сердце. Не разумное сердце, а мудрое. И когда Бог откроет время для исполнения определенного обетования, наша вера будет черпать это обетование из имеющейся в нашем сердце надежды. И если в силу нашего младенчества у нас не будет полной ясности принадлежащего нам наследия, и мы будем видеть это наследие как сквозь тусклое стекло гадательно, то исповедания таких гаданий никоим образом не могут являться для Бога основанием для исполнения своего обещания, данного нам в Своем Завете во Христе Иисусе. Бог не будет делать себя рабом наших гаданий, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Бог не делает себя зависимым и рабом то, что мы знаем отчасти, и о том, что мы пророчествуем отчасти. А вот когда настанет совершенное, пишет далее Святой Дух пером апостола Павла, тогда то, что отчасти прекратится, когда я был младенцем, речь идет. Я по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь во младенчестве мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. Тогда же, когда мы оставим младенчество, мы увидим лицом к лицу. Теперь во младенчестве я знаю отчасти. Тогда, когда я оставлю младенчество, и я познаю его, подобно как я познан». 1 Коринфянам 3, 9-12. «Исходя из имеющихся условий, дающих Богу основания, исполнить данные нам обещания, положенные им во Христе Иисусе, во власти своего неизменного и твердого завета, а в частности даровать нам свою крепость, когда мы будем утомляться и изнемогать, нам необходимо будет ответить на ряд вопросов. Во-первых, почему и по каким причинам, определенная категория святых, которая надеется на Господа, будет утомляться и изнемогать? И о каком роде утомления и изнеможения может идти речь? Во-вторых, какую силу и на каких условиях Бог обязался давать эту силу и даровать свою крепость человеку утомленному и изнемогшему? В-третьих, в каких достоинствах в разбираемом нами месте Писания представлена крепость Всевышнего, которую Бог обязался даровать человеку утомленному и изнемогшему? В-четвертых, какие возможности призвано воздвигнуть в нашем сердце надежда на Господа, благодаря которой мы сможем облечься в крепость Всевышнего и забыть об изнеможении, как о протекшей воде? Отвечая на вопрос первый, следует сразу отметить, что у людей, надеющихся на Господа, существует ряд причин для утомления и изнеможения, которых они или же мы с вами не можем избежать, но которые мы можем преодолеть благодаря даруемой нам Богом крепости. И будем помнить, что сами по себе имеющиеся причины являются испытанием нашей веры, очищающей ее от всяких примесей плоти, и народных примесей. И такие испытания нашей веры могут быть как результатом от переживания общения с Богом, то есть мы можем изнемогаться и утомляться от переживания общения с Богом, так и результатом от переживания с противостоящими нам организованными силами тьмы. И как бы это ни было парадоксально, чтобы превозмочь порог утомления и изнеможения от имеющихся переживаний, нам в обеих случаях необходима надежда на Господа, запечатленная и пребывающая на скрижалях нашего сердца, которая могла бы дать Богу основание даровать нам свою крепость, чтобы обновить наши силы. Говоря о переживаниях, которые могут возникнуть от откровений Всевышнего в общении с Его Духом, мы должны знать, что наши земные тела, приспособленные к трехмерному измерению, могут утомляться и изнемогать от соприкосновения с интенсивностью потрясающей силы, присущей откровениям Святого Духа, исходящим из четвертого измерения, или же из сферы Духа. То есть человек будет изнемогать, если по-настоящему будет встречаться в общении с Богом с такими откровениями. И хотя такого рода переживания являются весьма редкими и случаются с редкими людьми, я приведу несколько примеров. Я не буду приводить примеры личной жизни, но я лично от переживаний с Богом, когда я вхожу в откровения и начинаю испытывать их, и нахожусь перед лицом Бога, я ужасно утомляюсь и изнемогаю физически. Я теряю полностью силу, и мне нужно отходить, приходить в себя и снова возвращаться к исследованию. Но я приведу других мужей. Исход 33, 18, 20. Моисей сказал Богу, покажи мне славу Твою. И сказал Господь, я проведу пред Тобою всю славу мою и провозглашу имя Яхве пред Тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. И потом сказал он, лица моего не можно Тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Обратите внимание, мы хотим общаться с Богом, забывая, что если действительно мы приблизимся, вот этим смертным телом мы умрем. Наше тело не выдержит, оно умрет. И Бог говорит, по этой причине ты не можешь близко ко мне приблизиться, и я не могу к тебе. Я тебя убью. Моя слава убьет тебя. Я проведу славу мою и покажу тебе ее сзади. Ты увидишь меня сзади. Я покрою тебя моей рукой. И когда я пройду, ты увидишь меня сзади. Лица он не мог увидеть. Он увидел сзади. Давайте прочтем в другое место Писания Даниила 8, 26-27. «Видение же о вечере и утре, о котором сказана истина. Но ты сокрой это видение, ибо оно относится к определенным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней. Потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением Сим и не понимал его». Представьте себе, человек полностью обессилел настолько, что болел, лежал, ослабевший изнемогший несколько дней и ночей и не мог заниматься царскими делами. От того, что он общался с Богом, от того, что Бог разговаривал с ним через ангела и показал ему, он говорил с Гавриилом, он говорил с Михаилом, архангелами, которые пришли к нему. Разумеется, они были наделены такой мощью, что Даниил полностью ослабел и стал как мертвый. Когда мы читаем Даниила, и он попросил, «Господин мой, во мне крепости не стало, я не могу слушать тебя». Он упал и лежал ниц, как мертвый. И тогда коснулся в него и дал ему крепости, сверхъестественность, чтобы он мог слушать. Нам нужна сверхъестественная сила, чтобы слышать и воспринимать. Вот почему. Надо готовить сердце к слышанию, а иначе либо мы вообще ничего не услышим, либо мы споткнемся и умрем. Откровение 1, 16, 18. «Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Представьте себе, это видение полностью убило Иоанна. Он говорит, «я пал, как мертвый». То есть полностью силы, не только силы физические, а вот когда мертвый человек полностью, его надо было почти что воскресить, для того, чтобы он мог дальше воспринимать что-то от Бога. «И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся. Я есим первый и последний, и живой, и был мертв, и сержив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». А теперь еще один вариант, о котором пишет апостол Павел. Деяние 22, 6-11. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю». То есть обратите внимание, не просто от света, а от энергии, мощи, исходящей от этого света, от голоса. «Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Или же «Саул, Саул». Я отвечал, «Кто ты, Господи?» Он сказал мне, «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слыхали. Тогда я сказал, «Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне, «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск». Это близкое общение настолько повлияло на жизнь Павла, что он всю жизнь страдал глазами. Его глаза постоянно слезились и болели после того. Иногда люди говорят, «Покажи мне Бога». Да когда ангел придет от Господа и ты увидишь его, ослепнешь. Бога тебе показать. Посмотри на солнце. Отче Господа в 10 тысяч крат сильнее солнца. А теперь посмотрим, давайте и рассмотрим тот род утомления и изнеможения, который происходит со всеми святыми от их противостояния с разного рода организованными силами тьмы в их телах. Потому что эти силы утомляют нас, не те, которые извне, те, которые в нас. Во-первых, человек, боящийся Господа, будет изнемогать в своем духе, когда его будут преследовать помазанные Богом люди, властители. Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере, когда он с Солом был в пещере. Вот эта молитва, когда мы как-то размышляли, когда Бог взял эти ум Христов и ум плотской поместил в смерть Господа Иисуса. Вот молитва его. Глазом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился, излил пред ним моленье мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежище, никто не заботится о душе моей. Я возвал к тебе, Господи, я сказал, ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внем ли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избав меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда ты явишь мне благодеяние. Псалом 141, 1, 7. То есть мы будем испытывать вот изнеможение от нашего плотского ума, которое является приемником всех вот этих мыслей, исходящих от царствующего греха, за которым стоит ветхий человек с организованными силами тьмы. Иногда люди в ужасе приходят и говорят, я ничего не могу поделать, мысли меня атакуют, при том страшные мысли. Некоторые люди говорят, что постоянная матершина и маты на Бога, на церковь, на пастора, они пугаются, им кажется, что это они в этом повинны. И я говорю этим людям, да вы вообще не повинны в этом. Это же не вы. Ты с этим согласен? Нет. Но что-то тогда испугался или испугалась. Если ты с этим не согласен, оно идет, а ты с этим не согласен, значит, это не ты, это не твое, и это не от тебя. Но что делать? Думать о Господе. Думать о Господе, размышлять о законе Всевышнего. Как только ты начнешь размышлять о законе Всевышнего, мысли сразу прекратятся. То есть, такие мысли возникают только в пустой голове. Я не имею в виду неразумное, а имею в виду, когда мы не размышляем о Господе, когда мы думаем о чем-то другом, когда мы не думаем о том, что нам необходимо делать. Во-вторых, человек, боящийся Бога, будет изнемогать, когда закон греха и смерти будет обнаруживать его грех и давать силу его греху, живущему в его теле, в лице его ветхого человека, за которым стоят организованные силы преисподней. Вот как об этом Давид говорит в другом салме. Он молится к Богу, чтобы ярость его закона не уничтожила его. «Господи, не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего». То есть, ну, это же не Иов, это Давид. Но, тем не менее, он испытывал это состояние. «Нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем паник. Весь день сету я хожу, ибо чресла мои полны воспалениями. Посмотрите, что закон Божий выявил в нем. Если бы не закон Божий даже и не знал, что это в нем живет, я изнемог и сокрушен чрезмерно. Кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет. Оставила меня сила моя и светочей моих. И того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети». Это относится к тем людям, которые согрешают, и святые, видя их грех, с презрением отходят от них и пытаются уйти от них. А они не могут победить грех, а тут еще видят, что все друзья их оставляют. А друзья говорят, я не могу мириться с этим грехом. Да он сам тоже не может с этим грехом мириться. но он не может, потому что Дух Святой вскрыл эти грехи в нем, они были там. Поэтому свет отчей моих и того нет у меня. Друзья мои искренние отступили от язвы моей, ближние мои стоят вдали, ищущие души моей ставят сети. Желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни, а я как глухой. Я не слышу, и как немой, который не открывает туз своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я, Ты услышишь, Господи Боже мой. И я сказал, да не восторжествуют надо мною враги мои, когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Псалом 37, 2, 17. Таких псалмов много, в которых описано вот это состояние человеческого сердца, его внутренности, когда он попадает. Мы рассматриваем, что если мы изнемогаем, но у нас есть надежда на Господа, ведь то, что эта молитва показывает надежду на Бога. Если бы не было надежды на Бога, он не молился бы такой молитвой. Благодаря надежде на Бога он молится такой молитвой, чтобы ему изнемочь, выйти из этого изнеможения. В-третьих, человек, боящийся Господа, будет утомляться и изнемогать, когда примет в свое сердце Господа Иисуса как Господина своей жизни, чтобы представлять его интересы на небесах, на земле и в преисподней, в силу чего злословия людей, злословящих его Господа, будут падать на него, и он будет нести поношения. Вот как об этой форме изнеможения пишет тот же автор, Псалом 68, 4, 16. «Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего, ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня, несправедливо усилились, чего я не отнимал, то должен отдать. Здесь уже идет о том, что о клевете, то есть о оговорах всевозможных. «Боже, ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от тебя. Да не постыдятся во мне все надеющиеся на тебя Господи Божий сил. Да не постромятся во мне ищущие тебя Божий Израилев. Ибо ради тебя несу я поношение и бесчестьем покрывают лицо мое. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей. Ибо ревность по доме твоем снедает меня и злословия злословящих тебя падают на меня. И я плачу постясь душой моею и это ставят в поношение мне. И возлагаю на себя вместо одежды вретище и делаюсь для них притчей. А мне толкуют сидящие у ворот и поют в песнях пьющее вино. А я с молитвою моею к тебе Господи во время благоугодное Боже по великой благости твоей. Услышь меня в истине спасения твоего. Извлеки меня из стены чтобы не погрязнуть мне. Да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Да не увлечет меня стремление вод. Да не поглотит меня пучина. Да не затворит надо мною пропасть зева своего. Часто люди оскорбленные униженные которые не могли перенести навета их неправильно поняли церковь их не поддержала и они остались одинокими и они прекратили ходить в церковь они чувствуют себя оставленными. церкви до этого как будто бы нет дела. Бог допустил это положение это не потому что церкви нет дела и Богу нет дела но Бог допустил это положение чтобы испытать человека и сделать его белее снега чтобы растопить его в этом огне и чтобы выплавить из него все инородное принадлежащее плоти. Итак в четвертых человек боящийся Господа будет утомляться и изнемогать доколе будет проходить процесс в котором он будет совлекать себя ветхого человека с делами его чтобы получить право на власть обновиться духом своего ума и облечься в нового человека. Псалом 114-3-9 Объяли меня болезни смертные муки адские постигли меня я встретил тесноту и скорбь тогда призвал я имя Господне Господи избав душу мою милости в Господе праведен и милосерд Бог наш хранит Господь простодушных я изнемог и он помог мне возвратись душа моя в покой твой ибо Господь облагодетельствовал тебя ты избавил душу мою от смерти очи мои от слез и ноги мои от преткновения буду ходить пред лицом Господним на земле живых это как раз та мысль которую мы рассматриваем каким образом будет проходить этот процесс совлечения ветхого человека с делами его или процесс когда Господь шумом не извергнет ветхого человека ведь когда мы просто почитаем себя мертвыми для греха это сложно мы считаем что мы умерли для греха потому что Господь так сказал ты считай что ты умер и если ты будешь считать что ты умер для греха и вести себя и называть себя праведным несуществующим существующим то это я тебе буду вменять в правду но сложно все время называть так ко мне часто подходят некоторые люди говорят пастор а долго это будет долго я буду почитать себя мертвым для греха в то время когда грех расцветает во мне во всех своих ипостасях хорошо второй вопрос на каких условиях Бог обязался давать утомленному человеку силу и изнемогшему даровать свою крепость из имеющегося обетования Бог получает основание давать утомленному силу и изнемогшему даровать свою крепость при одном условии если человек будет иметь надежду на Господа написано то есть кому он дает это то есть надеющемуся на Господа а надеющиеся на Господа обновятся в силе поднимут крылья как орлы и так далее надежда это сокровищница которая находится в нашем сердце которая содержит в себе как мы с вами часто говорим свод всех обетований Божиих которые приводятся в действии через исполнение заповедей Бога чтобы открыть это обетование которое есть в сердце находится нужно исполнять заповедь Бога когда вы исполняете заповедь Бога исполнение заповедей это ключ к открытию надежды именно как написано римлянам 5 1 5 итак оправдавшись верою мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа через которого верою и получили мы доступ к той благодати в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией и не сим только но хвалимся и скорбями зная что от скорби происходит терпение от терпения опытность от опытности надежда а надежда не постыжает потому что любовь Божия излилась сердца наши Духом Святым данным нам итак надежда на Господа пребывающая в нашем сердце в слиянии двух форматов мудрости в достоинстве Тумима и Урима это откровение Всевышнего в нашем сердце по глазу которых Бог творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ своих учитывая что после создания человека орудием и глазом которым Бог все творил творит и будет творить на земле и на небесах являются молитвы человеков поклоняющихся ему в духе и истине именно они являются его глазом по повелению которого шумят воды на небесах по их глазу Бог возводит облака от краев земли и творит молнии среди дождя именно их сердца являются его хранилищами из которых он изводит свой ветер по глазу его шумят воды на небесах и он возводит облака от краев земли творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ своих Иеремии 51-16 Откровения Божии пребывающие в сердце человека в достоинстве его живых и славных обетований обладают громовым голосом которым человек надеющийся на Господа получает способность творить молнии среди дождя чтобы поразить в своем теле ветхого человека с делами его громом и молнией и конечно же чтобы Бог мог через нас творить громовые молнии среди дождя нам необходимо стать его молнией скрываемой в его руках которая своим разящим громомым светом призвана раз и навсегда разрушить в нашем теле державу смерти Бог сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей кого разить треск ее дает знать о ней скот также чувствует происходящее когда речь идет о скоте речь идет о наших эмоциях что когда Бог что-то производит этой молнией то даже наша эмоциональная эмоциональная сфера это чувствует на иврите глагол творить означает делать заниматься производить работать приготовить устроять исполнять разрушать ветхое и созидать новое приводить в исполнение суды правды совершать свое призвание успокаивать сердце отца я напомню что в физическом трехмерном мире молния это мощный природный электрический разряд в результате которого происходит выравнивание электрического напряжения в атмосфере образ выравнивания электрического напряжения в атмосфере духа происходящего в результате духовного электрического разряда. Это образ молнии, происходящей в атмосфере четвертого измерения, который уравновешивает сущность облаков, наполненных водою, в лице святых, надеющихся на Господа. Разумеешь ли, равновесие облаков – чудное дело совершеннейшего в знании. Иова 37.16. Для того, чтобы уравновесить эти облака в измерении физическом, необходим большой разряд молнии. И когда молния разряжает, она выравнивает электрическое напряжение и выравнивает эти воды. Но точно так же Бог выравнивает и здесь. Поэтому равновесие облаков выражается между способностью слышать и видеть в своем духе, что делает и говорит Бог, и между способностью понимать и познавать Его волю через написанное слово. Видеть, слышать и понимать Его волю через написанное слово. Проверять то, что вы видите и слышите написанным словом. Если то, что вы видите и слышите в сверхъестественном измерении или в своем сердце, вы не можете проверить Писанием, значит, у вас никакого равновесия нет. Во-вторых, равновесие облаков – это равновесие между судом Божиим, которым мы призваны разить сосуды гнева, и между милостью Бога, которым мы призваны являть над сосудами милосердия. Вы знаете, что между двумя горами Горизим и Гевал, когда мы располагаемся между двумя, или когда вот погоны на раменах Всевышнего, и когда мы между ними, между проклятием и благословением. То есть мы призваны наблюдать проклятие и благословение, чтобы знать, кого проклинать, а кого благословлять. Это и есть одно из равновесий. Иова 37, 11, 13. «Также влагою Он наполняет тучи, и облака сыплют свет Его, и они направляются по намерениям Его, чтобы исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования». Как видите, здесь представлено совершенство Бога, когда Он светит Своим светом на праведных и неправедных, и изливает Свои дожди на праведных и неправедных. Из этого места Писания становится ясным, когда мы читаем его в контексте всего Духа Священного Писания, что когда Он светит на праведных, Он милует их, благоволение дает, Он дает им тепло, свет и успокаивает их этим светом, они наслаждаются этим светом. А неправедных Он сжигает. Они не могут выдержать этот палящий, раскаленный свет, эту температуру. Точно так не могут выдержать они дождей, они их сливают, реки выходят, озера выходят из берегов, реки выходят, море вдруг поднимается и уходит, и заливает все. А другим вовремя приходит дождь мелкий, если нужно мелкий, мелкий, если сильный дождь, сильный дождь, и он приходит для того, чтобы размягчать почву и взращивать. Так что дожди по-разному изливаются на землю, и солнце по-разному светит на землю. Только обладая в своем сердце живой надеждой на Господа, Бог может получить основание, уподобить и сформировать нас в разящую молнию, сокрытую в своих ланях, сверкающей из его уравновешенных облаков, наполненных водою. А посему надежда на Господа – это, во-первых, определение и познание воли Божией, во-вторых, это готовность неуклонного и своевременного исполнения воли Божией, и, в-третьих, это методы и инструменты для исполнения воли Божией, предлагаемой Писанием. Надежда на Господа, содержащая в себе волю Божию, определяется познанием своего сердца того, кем для нас является Бог во Христе Иисусе и что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Такое знание дает способность видеть, что делает Бог, и слышать, что творит Бог в границах увековеченного им Слова в Писании. Именно непропорциональность между способностью понимать Бога в Своем Духе и между способностью проверять это откровениями и Писаниями отличает сосудов гнева от сосудов милосердия. Ведь дьявол и его ангелы в совершенстве знают написанное Слово. Но при всем этом абсолютно не способны разуметь тайну Писания, а также слышать и видеть в себе, что делает и говорит Бог. Есть очень много талантливых и прагматичных людей, которые очень хорошо изучают и знают Писание, получая степени бакалавров, магистров и докторов богословия. Но именно в силу своих редких способностей и своих наработанных знаний они не имеют нужды и абсолютно не способны слышать, видеть и разуметь в Своем сердце, что говорит Бог. Именно отсутствие этого чудного равновесия и этой уникальной пропорциональности делит людей на категорию мудрых и неразумных, и на сосуды гнева, и на сосуды милосердия. 1 Коринфянам 8.1 «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмивает, а любовь назидает». Видите, равновесие между знанием и любовью, знание, которое не будет оскорблять, унижать человека, с которым ты общаешься, а наоборот поднимет его до твоего уровня. Христос подходил к человеку и поднимал его на свой уровень. А посему эталоном равновесия в определении воли Божией является Сын Божий в достоинстве Сына Человеческого. Именно Он, как истинный Бог и как истинный человек, являлся разящей молнией, сокрытой в дланях Своего Отца. Он видел, что творит Отец на небесах, и благодаря такому ведению Он творил то же самое на земле. «На это Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Иоанна 5,19. Иисус говорил это как Сын Человеческий, а видеть Он как Сын Человеческий мог точно так же, как и мы с вами, в Своем Духе. Это не значит, что Он видел видение, и непосредственно Он был там. Он был в теле, и Он ничем не должен был отличаться от нас. И Он то, что видел в Своем Духе, и мог проверять Писанием, то и творил. И еще. «Я ничего не могу творить Сам от Себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца». Иоанна 5,30, а вот Иоанна 7,17-18. «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о Сем учении, от Бога ли оно, или я сам от Себя говорю. Говорящий сам от Себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему, его тот истинен, и нет неправды в нем». И еще Иоанна 8,26. «Многое имею говорить и судить о вас, но пославший Меня есть истинен, и что я слышу от Него, то и говорю миру». То есть, несмотря на то, что Он как Сын человеческий, как мы с вами, имел собственную точку зрения, собственное мнение, которое тоже могло зиждиться на Писании. Но если Господь не говорил в его сердце в это время, то несмотря на то, что Он знал, что по Писанию мог ответить, Он не отвечал, пока не услышит об этом. Я поступаю точно так же. Иногда люди думают, что я малодушенствую в определенных вещах, что я медлю, а я не медлю. Я жду внутри сигнала. По Писанию я знаю, что делать, но я жду также внутри откровения, чтобы Бог мне сказал время, когда я должен делать то, что я знаю, что я должен сделать по Писанию. «Я творю то, что видел у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у Отца вашего». Иоанна 8, 38. Итак, после познания воли Божией следует аспект ее немедленного и неукоснительного исполнения, именно исполнения воли Божией, и делает нас разящей молнией в дланях нашего Небесного Отца. А посему, рассматривая неуклонное и своевременное исполнение воли Божией, в измерении времени следует иметь в виду, Бог в силу Своей и нашей суверенности никогда не будет использовать нас как свою молнию без нашего на то понимания и без нашего познания знамения времени, а также без нашего на то согласия. «Время – это великое сокровище и непостижимая тайна в познании конкретного знамения, в промежутке конкретного времени, отпущенного Богом для исполнения конкретного обетования, всему свое время и время всякой вещи под небом». Екхлесиаста 3.1. Человек должен получить внутри откровение, что пришло это время. Да, исчислить по книгам, да, это наступило, но он должен также получить и откровение внутри. Когда начать говорить об этом откровении? «И в зависимости от нашего отношения ко времени оно может обратиться и стать для нас либо благословением, либо проклятием, либо находкой и обретением вечности, либо, напротив, окончательной потерей вечной жизни, и обретением смерти. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав». Видите, время и устав. Мудрый знает это. Мудрый знает, когда эту мудрость, в какое время можно говорить. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А вот человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как будет. А причина, потому что у него нет того человека, кто бы мог сказать ему об этом. У него есть только его голова. Его голова является его Богом, его апостолом, его епископом, его пастором. То есть его всем. У меня есть моя голова. У меня есть мое собственное мнение. Я тоже могу читать. Я не дурачок. То есть люди считают, что их унижают. Если им предлагают принцип тела Христова, они считают себя уязвленными, униженными. Как это так? Вы что, лишаете нас возможности и способности рассуждать? Это что такое? А на самом деле это неразумные люди. У них нет царя в голове. Был бы царь в голове, то бы они подчинились бы Божьему порядку. Человек, не знающий знамений времени и не дорожащий временем, не сможет иметь господство над временем, а следовательно, не сможет иметь в своем сердце надежды на Господа. Рассматривая орудия и инструменты суда для исполнения воли Божьей, мы говорим о надежде, которая и обуславливает нашу надежду на Бога, следует знать, что для достижения святых целей, поставленных Богом, могут быть задействованы только святые орудия и святые средства. Это исповедание веры сердца. Средства – это суды правды. Не судите по наружности, но судите судом праведным. Иоанна 7, 24. А орудия, задействующие инструменты суда правды, это наши кроткие уста, исповедующие веру нашего сердца, которые как раз и являются надеждой на Бога. Кроткий язык – древо жизни, но необузданный сокрушение духа. Притча 15, 4. Обратите внимание, кроткий язык – это уже древо жизни, потому что все, что Бог делает на земле, Он делает через исповедание кроткого языка. Но Он делает и через необузданный язык. Ведь от слов своих человек оправдывается и осуждается. Необузданный язык сокрушает свой дух. А кроткий, то есть обузданный язык, он как древо жизни для его тела. А посему кротосили, же обузданность нашего языка, определяется нашим торжеством во славе, которое является надеждой нашего сердца. Именно надежда на Господа свидетельствует, что Христос живет в нас, а мы живем и покоимся в нем. Результатом такой живой надежды на Господа является славословие Богу в устах наших и меч обоюдоостры в руке нашей, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать в царе их вузы и вельмож, их ваковы железные, производить над ними суд писаный и честь сия всем святым, его имеется в виду мудрое сердце. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, то есть покоятся. Ложа – это покой. Когда у вас есть надежда, у вас есть покой в Боге. Да будут словословия Богу в устах их, и меч обоюдоостры в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами. Притом обоюдоостры – это значит, этот меч должен поражать вас так же. Помните, написано, падают на мечи свои, и они остаются невредимые. Этот меч должен испытать вас, и вы должны выйти невредимыми, потому что он поражает только тогда, если он находит там грех. А если греха нет, то он не поразит вас. И меч обоюдоостры в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, и заключать в царе их вузы, и вельмоши их в оковы железные, производить над ними суд, писан и честь сия всем святым его. Аллилуйя! Псалом 149, 5, 9. Вопрос третий. В каких достоинствах в разбираемом нами месте Писания представлена крепость Всевышнего, которую Бог обязался даровать человеку утомленному и изнемогшему? Из этого места Писания крепость Всевышнего представлена в двух крылах орла, благодаря которым боящиеся Бога потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которую родила младенца мужеского пола, и даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место?» Мы знаем, пустыня – это освящение. Если у вас есть освящение, подлинное освящение и посвящение, значит, у вас есть два крыла большого орла, значит, у вас есть Тумима Урим, значит, вы мудрый с сердцем, значит, у вас есть надежда на Господа. И когда вы будете изнемогать, то эта надежда поможет вам. А здесь мы видим, что у жены до определенного времени этого не было. А теперь она получила только после того, когда младенец был взят. Тогда ей были даны два крыла, чтобы она летела в пустыню в свое место. «И там питалась в продолжении времени времен и полувремени, то есть три с половиной года, и пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене. И разверзла земля уста своей и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». Откровение 12, 13, 16. Здесь слово «поглотить реку» означает победить, произвести победу. То есть, что это за земля, которая помогла? Это Мафусал, который помог Еноху победить, то есть уничтожающий смерть, разящий смерть. Ранее мы не раз уже отмечали и констатировали, повторяю, что два крыла большого орла – это свидетельство, что в нашем сердце пребывает Тумим в достоинстве учения Христова и Урим в лице Святого Духа. Крепость Всевышнего в сердце, в достоинстве двух крыл большого орла, создает в нашем сердце атмосферу, в которой находит свое выражение и обретает свои полномочия обетования, которые относятся к преддверию нашей надежды, дающей нам юридическое право на сретение Господу на воздухе. А посему слияние в нашем сердце Тумима и Урима в достоинстве двух крыл большого орла призваны разрушить державу смерти в нашем теле и шумом не спровергнуть ее в преисподнюю, чтобы на ее месте воздвинуть державу жизни, в которой у нас не будет уже никакой возможности утомляться и изнемогать. Потому что утомление и изнеможение от противостояния царствующему греху, основавшему в нашем теле державу смерти, прекращено державой жизни вечной, воздвигнутой в нашем теле воскресением Христовым, в котором наше тело получило усыновление. Ибо, думаю, пишет апостол Павел, что нынешние временные страдания, от которых мы изнемогаем, но имея надежду, и через эту надежду мы сможем воспользоваться двумя крыльями большого орла, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо творение Бога с надеждою ожидает откровение сынов Божьих, под этим творением имеется в виду ангелы Божьи, которые служат человеку, то есть в оригинале. Потому что тварь или же ангелы Божьи покорились в суете, то есть человеку недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь, то есть сами ангелы, которые служат человеку, освобождены будут от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что все творение, вся тварь, совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Римлянам 8, 18-23. Установление наших тел, освобожденных от власти ветхого человека, дает Богу основание в установленное им время, которое он положил в своей власти, восхитить нас к Богу и престолу Его. Мы не раз обращали внимание на тот фактор, еще раз повторяю, что два крыла большого орла будут даны жене из 12 главы книги Откровений только после того, когда младенец мужеского пола или категория младенца мужеского пола, которая родилась в недрах церкви этой жены, когда он будет восхищен Богу и престолу Его. Точно так же, как милость пророка Ильи, представляющая собою образ Тумима и Урима в двух крылах большого орла, которая расценивалась душевными людьми как нечистое и заблуждение. Если бы правоверный еврей прикоснулся к Ильи, он должен был омыться и будет нечист до вечера, потому что верблюд – нечистое животное. И если бы вы прикоснулись к нечистому, но мы с вами говорили, что то, что нечистое для человеков, является святыней Господней. И поэтому Илья был в святыне Господне, потому и одет был в святыню Господню. Так вот, только после того, когда Илья вознесся, восхищен на небо, был к Богу и престолу Его, только после того Елисей мог облечься в мантию Ильи. Но для этого Елисею необходимо было совлечь в себя ветхого человека. Он совлек в себя свои одежды, представляющие образ его ветхого человека. И когда он оделся в одежде Ильи, в одежде вот этого нового человека, подошел к Иордану. Это смерть, от которой он изнемогал. Он уже не будет после этого изнемогать. Он взял эту одежду, ударил по воде, говорит, где Бог Ильям тот же самый, и раступилась вода перед ним. И он прошел посоху. Вот что нас ожидает. Именно эти два крыла Большого Орла в достоинстве Тумима и Урима, представляющих истину начальствующего учения Христова и Святого Духа, открывающего истину в сердце, дадут возможность жене в образе пяти неразумных дев улететь в пустыню в свое место от лица змея, чтобы питаться в пустыне в продолжении времени, времены полувремени, то есть три с половиной года отпущено по Писанию. Но тем не менее мы с вами говорили, что эти три с половиной года могут быть изменены по великой милости Бога к неразумным девам, ради того, что мудрые девы будут молиться о них. И Бог задержит их на некоторое время, чтобы сократить правление Антихриста, чтобы он не три с половиной года, допустим, властвовал, а только три. И тогда, значит, они задержатся дольше, чем это обычно. Хорошо, образ пустыни, мы с вами уже говорили, это образ истинного освящения, дающего возможность принять Христа в свое сердце, как господина своей жизни и пребывать во Христе. И такое освящение не имеет ничего общего с освящением, называемым инкаунтером, противопоставленным образу освящения, называемым пустыней. Исходя из такого определения, жена до восхищения младенца, мужеского пола к престолу, его не имела в своем сердце Тумима и Урима в достоинстве двух крыл большого орла, что указывало на отсутствие елея в сосуде ее сердца и относило ее к категории пяти неразумных дев. А следовательно, как мы ранее утверждали, атрибуты достоинства солнца, луны и двенадцати звезд, в которые была обличена жена, принадлежали не ей, а пяти мудрым девам, обуславливающим категорию младенца, мужеского пола, которого она родила, крича от боли ему к рождению. А посему надеждой на Господа человек обязан наличию в своем сердце Тумима и Урима, что дало ему возможность облечься в крепость Всевышнего, чтобы обновиться силой Всевышнего и таким образом навсегда избавиться от утомления и изнеможения. Вопрос четвертый. Какие полномочия призвано воздвигнуть в нашем сердце надежды на Господа, благодаря которым мы сможем облечься в крепость Всевышнего, представленную в двух крылах большого орла, чтобы навсегда забыть об изнеможении. Возможностью, которая содержит в себе потенциал власти, могущей облекательность в крепость Всевышнего, обусловленную в двух крылах большого орла, является сила нашего обновленного ума, которым мы призваны поднять, которым мы призваны поднять два крыла большого орла. Поднимут крылья, а как они его поднимут? Только через обновленный ум. Совлекшись светлого человека с делами его и облегшись в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Колоссянам 3, 9, 11. С одной стороны, действие, производимое обновлением духа нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе, позволяет нам познавать природу и сущность Всевышнего в его святости. А с другой стороны, действие, производимое обновлением духа нашего ума, дает Богу основание шумом низвергнуть из нашего тела державу смерти в лице ветхого человека с делами его и воздвигнуть в нашем теле державу жизни в лице нового человека. На иврите действие глагола обновления связано с неследимым богатством Христовым, обуславливающим в нашем теле полномочия крепостью ума Христова. И, исходя из констатации священного писания, неисследимое богатство Христово, готовое открыться в нашем теле, в достоинстве державы жизни вечной, это реальность нового и вечного явления, которое относится к нетлению и бессмертию, которое не поддается постижению плоского ума, так как находится за гранью времени. Благословен Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией и через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. 1 Петра 1, 3, 5. То есть апостол Петр силою Святого Духа обещал, что это обетование будет открыто к последнему времени, но открыто будет через веру, через знание, через информацию, которую мы получим, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению. Под последним временем подразумевается время перед восхищением невесты Агнца к Богу и престолу его. В пророчествах Священного Писания это время определяется преддверием нашей надежды или же преддверием нашей встречи с Господом на облаках. В преддверии или же перед восхищением святых, которые веруют через послушание истине, соблюдали себя ко спасению откроется обетование в достоинстве державы жизни, призванное воцариться в их телах на месте разрушенной державы смерти. Действие такого обновления, в котором раскроется неисследимое богатство Христово в наших земных телах, соделает нас новым творением, в котором будут отсутствовать тление и смерть. Сам же термин обновления на иврите означает соделать новым или же воссоздать нечто противоположное прежнему образу жизни в теле человека, что не подвластно времени, греху, толению и смерти. Извечная цель, которую преследовал Бог в созидании тела человека состояла в том, чтобы тело человека было его вечным домом, в котором он мог бы пребывать и успокаиваться. Именно тело святого человека, созданное из земли, призвано было демонстрировать нечто новое для всех ангельских иерархий, не обладающих земным телом, именно это земное тело призвано было стать для ангельских иерархий отображением Божьего лица. Мне, наименчивость всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом. Дабы ныне соделалось известную через церковь, вот церковь, которая находится в теле, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Новое тело, как жилище Всевышнего, в противоположность времени, исчисляемого определенным числом лет, определяется Писанием Днем Мщения и Годом Возмездия за Сион, а также Годом Искупленных, которых Бог называет Своей Святыней. Ибо День Мщения у Господа Год Возмездия за Сион. Исаия 3,4,8. И это на земле должно произойти и еще. Ибо День Мщения в сердце моем и Год Моих Искупленных настал. Исаия 63,4,4. И повторяю, если фраза Год Моих Искупленных настал означает величие Бога, Царство Бога, вечность, полнота времени, совершенство Небесного Отца, вечный день, приходить к власти, впускать по удостоверению Личности, быть внесенным в Освятилище как Святыня, мы говорим о теле, в котором воцарилась держава жизни. Та фраза «новый», определяющая державу жизни вечно в земном теле человека, в достоинстве Дома Всевышнего означает вечный, святой, нетленный, неизменный по своему состоянию, не содержащий уже в себе распада и тления, тождественный и уподобленный сущности Бога, обладающий в себе девственной чистотой, искренний, праведный, верный, постоянный по своей природе, не поддающийся колебанию, непоколебимый, твердый, независимый от времени и господствующий над временем. Аминь. Склоним наши колени, кому невозможно наши головы и будем благодарить Бога за то слово, которое мы могли иметь сегодня. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, вместе с народом Твоим, избранным Твоим, поклоняюсь на этом месте, которое также избрала десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. Благодарю Тебя за слово Твое, которое является живой надеждой в нашем сердце. И несмотря на то, что мы изнемогаем, утомляемся, эта надежда может дать нам возможность через обновленный ум воспользоваться Твоей премудростью, поднять два крыла большого орла, чтобы мы могли навсегда забыть об этом изнеможении. Несмотря на это на сегодня, мы, тем не менее, в Своем изнеможении, но с торжеством и радостью провозглашаем, что мы умерли телом Христовым для греха, чтобы жить для умершего и воскресшего. Мы благодарим Тебя, что мы умерли для всякой зависимости от греха. Мы умерли для интереса в плоти. И мы благодарим Тебя, что мы можем жить для Твоих интересов, исполнять Твою волю, жаждать Твою волю, радоваться ей, питаться ей и насыщать себя, утолять жажду. Да будут благословены святые Твои, жаждущие откровений Твоих, воли Твоей, алчущие откровений Твоих, чтобы избавиться от ветхого человека и чтобы воцарить по слову Твоему нового человека в теле Своем. Благодарю Тебя, что Ты соделал наши тела храмом Святого Духа. Благодарю Тебя, что Ты предначертал, чтобы наши тела были вечным Твоим домом и что не место ветхому человеку в этом доме, а если он там и находится, то место ему в тюрьме. Ты приказал и дал нам повеление, что мы можем связать его в нашем теле. И я благодарю Тебя, что святые пришли к этому откровению, потому что Ты связал уже на небесах его, а посему мы на земле также можем связывать его. Мы благодарим Тебя, что, принимая веру в Твое обетование и исповедуя устами нашими, наши слова обретают власть над ветхим человеком, над нашей природой, над природой наших эмоций и чувств, вожделений и угошают этот адский огонь и запирают его в темницу до времени, пока он вместе с этой темницей будет низвержен в преисподнюю. Когда наши тела сделаются прославленными здесь, на земле, когда Ты явишь свою мощь и повергнешь в ужас, страх и удивление преисподнюю землю, а также ангелы Твои, когда увидят это, они будут восхищены и преклонятся предизбранным Твоим остаткам, которые Ты избрал и предизбрал, чтобы они отвечали эталону Твоего Сына. Благодарим Тебя за это служение, за это поклонение. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.